Девушки отдыхают 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 И с Москвой. И, в принципе, сегодняшний наш визит, это, опять же, тоже в рабочем порядке обсуждение нового этапа плана, который был принят в соответствии с соглашением. И, конечно же, конструктивные рабочие встречи уже наших подразделений, наших служб, наших муниципальных предприятий в рамках того же плана. Добро пожаловать еще раз в муниципе Ветти. И, чтобы у нас не получился, знаете, монолог, превратился этот диалог, хотел бы представить своих коллег, Талина Николаевна Самова, лице-мэр, курирующий вопросы молодежи, образования и культуры. Ленин Иванович Бабий, курирующий вопросы в частности финансовой экономики и развития муниципи Бельца. Также, госпожа Галина Кадецев, председатель филиала торгово-промышленной палаты Республики Муниципи Бельца. Господин Буинчан, представитель на селекции, научно-исследовательского центра на селекции. И вот в таком формате рады приветствовать вас в муниципи Бельца. Хотел бы предоставить слово вкратце к тому, что касается наших соглашений и уже внедрения, в соответствующие соглашения намерений. Спасибо. Мне очень приятно встретиться с представителями Нижнего Новгорода. Хочу сразу сказать, что эти тесные отношения, которые были завязаны, они имеют свое продолжение. Сам муниципий Болтс нуждается именно в таком ракурсе развития этих деловых отношений, потому что муниципий является тем центром, который мог бы привлечь иностранных инвесторов для того, чтобы гармонично развивался муниципий и в будущем. Для этого у нас что есть? В основном имеется стратегия по устойчивому развитию экономики на 2016-2019 год. Мы провели международный экономический форум в июне месяце текущего года. У нас имеется потенциал рабочей силы, у нас имеется потенциал как научный, культурный, так и промышленного развития. Потому что муниципий Болтс является тем центром, который стягивает к себе весь север Республики Молдова. То есть 13 регионов, именно в основном это агропромышленный сектор, перерабатывающая промышленность которого находится на территории муниципи Болтс. Поэтому и в этом наша большая возможность, чтобы решать эти проблемы. Говорить о цифрах я не буду. Скажу только одно, что тренд положительный, динамика экономики развития является положительным. Самое главное то, что мы сохраняем и в основном социальную инфраструктуру. Мы не отказались от помощи малобеспеченным семьям, мы не отказались от помощи, допустим, малым предприятиям, средним предприятиям. Мы работаем. В основном вся эта работа и сказывается на тех показателях, которые имеют муниципи. За последние эти два года на 39% увеличились иностранные инвестиции. Но это благодаря тем предприятиям, которые находятся на территории муниципи. Это вы вчера посетили зону экономическую. Значит, мы имеем технопарк тут на месте. Но и у нас благодаря еще тем предприятиям, которые на экспорт свою продукцию отправляют. Поэтому и 51% на экспорт, это уже говорит о том, что наша продукция является конкурентоспособной. Складывается такое положение, что действительно можно развивать экономику. Но дело в том, что всем понятно, что без бюджета развития никогда ни одна экономика в мире не развивалась. И если одна треть ВВП, как в России, допустим, направляется на развитие, то это еще мало. Потому что в целом в разных странах это должно быть две трети. Не менее двух третий. Это было бы действительно бюджет развития у нас в Молдове и вообще у нас в Муниципе Беллс нельзя его сделать по нашим законам. Потому что мы ограничены в бюджетных ассигнованиях, бюджетных инвестициях. Наш бюджет довольно очень скромненький. Нам хватает только, как кто-то сказал, на проедание, для того, чтобы сохранить всю эту систему, для того, чтобы можно было снабжать или финансировать бюджетные организации. Их немало, их свыше 100. И для того, чтобы удержать это все на плаву, нам нужны хорошие поступления. Не говоря уже о том, что в текущем году, за первые полугодия, у нас собственные доходы возрастли на 32%. Местные на 7%. В целом мы имеем сегодня за 7 месяцев 256 миллионов, то есть 60% годового бюджета. Но это не говорит о том, что мы растем. Так составлена бюджетная система, что у нас всего 40% своих собственных средств, остальные все трансферты. То есть все, что собирается на территории муниципия, уходит в центр, а оттуда возвращается одна треть. Поэтому мы в таких условиях, в таких рамках поставили, что мы обязаны выживать. Мы обязаны искать именно иностранных инвесторов для того, чтобы как-то развиваться, не сидеть на месте и не ждать чего-то. Поэтому поставлена эта задача. Поэтому проведен был этот форум для того, чтобы привлечь. Я думаю, что вы ознакомились с нашими проектами, которые мы предлагаем для иностранных инвесторов. Потому что мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы привлечь инвесторов. Это, во-первых, мы можем представить и некоторые льготы. Мы можем их, так сказать, оградить от тех местных сборов и налогов. Мы можем продоставить землю, мы можем продоставить некоторые льготы и так дальше. Сегодня, в День финансиста, речь идет о том, что финансы играют большую роль. Это кровеносные сосуды, как у вас, так и у нас. Но речь идет о том, что нам нужно больше, так сказать, больше возможностей. Чтобы мы могли развиваться, необходимо решать эту проблему. Реформы, которые делаются, конечно, вот и сейчас даже налоговая, бюджетная политика на 2018 год, она сильно не отличается. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы нам больше было степеней свободы, для того, чтобы больше оставалось собранных денег на территории муниципи, для того, чтобы мы, администрация, думала о будущем, для того, чтобы как-то оградить вот ненужные, так сказать, перекосы и так дальше. Это одно. И второе, это нужно менять структуру экономики. У нас сохранилась еще старая структура экономики. А чтобы сменить эту структуру, это необходимо дать в подчинении, типа, я к этому говорю, это слово может быть в кавычках, муниципальному совету. Мы, допустим, сегодня на большие промышленные предприятия, которые работают на территории муниципи Беллс, мы не имеем никакого воздействия. Они все подчиняются министерствам из республики. Они, так сказать, у нас остаются только муниципальные предприятия. Вы представляете, что муниципальные предприятия – это головная боль для администрации. То есть необходимо субсидировать, необходимо направлять, решать проблемы и так дальше. Поэтому вот эта сумма всех этих элементов и составляет то, что мы называем, необходимо думать о том, как реструктуризировать, перепропилировать. Но на все это нужны денежные и финансовые средства. Вкратце, от экономики до перейдем к культуре, образованию и молодежи. Я так и знаю о том, что в рамках той же программы многие пункты реализованы. И хотел бы поставить слово курирующему ЦМРу и образованию экономики сам. Еще раз, добрый день. Я бы хотела сказать, что система образования у нас довольно-таки обширная, богатая. У нас есть 35 садов в муниципе, где объективы детей более 6 тысяч. И дедакторские кадры около 500. 27 школьных учреждений. Это у нас две начальные школы, 12 гимназий, 13 лицеев. 13, видите, 411 учеников. Мы понимаем, что школы и лицеев. То есть город довольно-таки богатый. Молодец, живой в него, так и в будущем. И в рамках нашего визита, вашего введения визита на город, у вас буквально после этой встречи, появится государственный университет Оли-Курсо. Оли-Курсо – это университет с традициями. И это действительно очень богатый в системе образования. Я говорю, такое звено очень богатое. И это университет, который принимает студентов с всего севера Модова, не только. То есть это единственное высшее учебное заведение государственное, которое на сегодняшний день может порадовать нам студентами. Там более 5 тысяч студентов, 5292 студента, 268 юридических кадров, коммуникатора наук, в соответствии с учебными учебными заведениями в муниципе. Четыре факультета на сегодняшний день. Я знаю, что вы в прошлый север визит уже были там, говорили. И именно факультет по словески русского языка. И у вас в программе на сегодня, я смотрела на 11 часов, тоже встретимся с этим университетом. Я желаю вам удачи. Поэтому, по мере возможности, то планирование, которое у нас в рамках сотрудничества с вами намечено, я думаю, что оно будет реализовано. То есть в сентябре, в октябре месяце, мы там наметили. И господин Шуков уже улыбается, знает о чем. Я так думаю, что все будет. С первого сентября, да, с нашей помощью, с первого сентября наши студенты-лицейские придут вновь в САПАК. И поэтому все, что мы наметили, мы обязуемся выполнить. Сколько студентов в этом году? В этом году у нас в Нижнем Новгороде намечены еще с прошлого года такие русские отношения. В плане, в прошлом году у вас училось 12 студентов, в этом году у нас 11 студентов. Супер 1,25, но дело в том, что... Ну, говорим, 25, они еще едут, но они еще едут, но сегодня уже 11 в пути точно. Пока 12 в пути. Сегодня 11 в пути. Сыжно нахо, заучало. Где пойду? То есть из этих 20 студентов наших, которые вам наметены, чтобы приехали, 11 уже точно подали документы. Документы уже у вас не в Нижнем Новгороде. Они уже буквально на подожах, потому что родители уже интересуются о том, как добраться до вашего города. Они предусмотрели, потому что вы увидите общежитие, поселите и так далее. 100% сегодня 11 на дороге. Ну, мы надеемся, что до 1-й сентября и остальные доедут. Мы все ждем. Мы уверены, что объясним, когда ехать. Мы сами смеем и покажем направление. Атреса знаем, сегодня люди грамотные, есть компьютеры, есть все, поэтому живут, все знают. Я уверена, что наше сотрудничество действительно даст такие плоды, которых мы в ближайшем будущем уже будем эти плоды сыграть. Мы надеемся, что студенты должны собрать через 4-5 лет. Мы постараемся отправить ваших студентов, хотя они очень хорошие, но ты не считаешь, что они нужны. Очень хорошие, очень хорошие дети, честно. Просто мы должны думать, что у вас заняла там место, какое-то наша девушка, наша студентка. У вас там тоже делаются конференции, наша бельская студентка отличница. Мисс. Нет, не мисс, она по образованию. И по миссу тоже они молодцы. Кстати, и мисс, почему и мисс. По образовательной части. Очень хорошие дети, честно. Даже иногда по-доброму вам завидую, поскольку наши... Знаете, чего не хватает в части нашей жизни? Такой жизненной активности, понимания, что нужно чего-то достичь. Наши немножко уже такие сытенькие, но это их видно. А ваши, мне глаземки горят, они все прекрасно понят, что 4 года они осучатся. И вот мотивация сильнее. Целеустремленные. Пытаются сами в жизни что-то достичь. Это хорошо. Держатся все вместе и не позволяют ни обижать ни себя, ни других. Приятно находиться. Мы с мэром были весной. Посмотрели на этот тип, на то, как они учатся, чем еще занимаются. И настрой у них хороший. И мы их вместе с Фенатом Киркевичем именно ориентируем на то, что они нужны пельцам. Не то, чтобы мы их прогоняем. Нам хорошие трудовые кадры также нужны. Но в первую очередь мы им поясняем. Вас кто направил? Вас направила на обучение. В этом муниципе создала условия. Область Нижегородская предоставила бюджетные места. Поэтому помогли с образованием. Но это... Давать себя надо тут. Да, поскольку это такие условия заключенного между нами соглашения. Это, я считаю, вполне правильно. Они, конечно, выберут, посмотрят. Но всегда им говорим. Возвращайтесь к себе. По крайней мере, то, что вас вложило через наше образование в город, это нужно отдать. Хотя бы отработайте. Вы вернитесь, отработайте. И потом уже дальше. Мне кажется, такой подход, давайте вместе на нем уже и настаивать, чтобы была определенная отработка того вынуждения. Да, для отдачи. У нас это только радует, потому что мы действительно надеемся на это. Я вам хочу сказать, что прошлогодние студенты, которые уже учатся в Нижнем 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 Нижнем, прошлогодние, и эти все вместе один раз, потому что там вместе их как-то определить, куда они уже старенькие годы, там в городе, и все знают. Поэтому мы надеемся на то, что по-любому, это, видимо, специфика нашей национальности, они будут держаться вместе. Все-таки молодование, отсюда есть Молдовы, будут держаться вместе, будут помогать девушки, будут вместе проходить через разные трудности, если там не будет, естественно, будет не молодежь. Ну и надеемся, действительно, что они вернутся обратно. Уже специалистами. Так как к вам едут хорошие, действительно хорошие. Из наших лучших лицей вам едут хорошие дети. Ну, по той же зрению, то есть у нас, в принципе, сотрудничество не только на этом ограничивается, то есть там многостровные направления обозначены. Включая в рамках нынешнего визита, мы сегодня определенные уже рабочие моменты по формированию ресурсов на центре. То есть, даже в рамках своих визитов отметил у них огромный опыт. В этом контексте, как отметил Леонид Иванович, очень важна финансовая составляющая, когда есть определенные моменты финансирования и поддержки. То есть, открытие и развитие таких центров, с которыми, конечно, мы не очень-то рады по финансированию. То есть, мы должны как бы применять определенный опыт исключительно из внешнего Новгорода. И уже определить свой формат в муниципе, чтобы дать уже соответствующий путь тем же обучающимся. То есть, они приходят как готовыми специалистами после обучения и окончания высших вузов. Но в конечном итоге надо определить хотя бы и определенный формат по наставлениям, по специальностям. То есть, чтобы они нашли себя в той или иной специальности. То есть, по этому моменту, мы тоже в рабочем порядке уже обсудим, как и в муниципе Леонид Ивановича запустить уже соответствующие ресурсные центры. И специфику как бы определить муниципе. Потому что каждый город, каждая страна имеет свою специфику. Но мы очень рады применять соответствующую практику, чтобы ее применять уже в муниципе Леонид Ивановича. Хотел бы предоставить слово господи Леонид Ивановичу, представителям торгового промышленного фонда Республики Молдова, муниципе Леонид Ивановича. У нас огромный опыт сотрудничества. Даже есть соответствующие соглашения по сотрудничеству. Тргово-промышленный фонда Республики Молдова были стратегическими партнерами по организации проведения того же экономического форума, который был проведен в июне дневного года в муниципе Леонид Иванович. Здесь огромная роль была отмечена в торгово-промышленном фоне, но не только по этой части, но и многочисленные переговоры и привлечение соответствующих инвесторов в муниципе Леонид Иванович. Которая вам помогала Москва и все остальные, нам бы хотелось, чтобы вы все-таки как-то поработали более тесно, более глубже с вашими предприятиями, чтобы они как-то обратили внимание на то, что необходимо у муниципи Леонид Иванович. Для того, чтобы мы завязали, так сказать, уже в такой узел практический, не только теоретически, но и практический, чтобы можно было этот вопрос уже держать на пульсе и у нас, и у вас. В этом году мы стали, кстати, самой транспорентной мэрией в Республике Молдова. То есть в высшей шкале мы взяли максимально по транспорентности, открытости в работе. То есть это маловажная роль семейных руководителей, руководителей, руководителей в комплексе. Потому что это командная, в принципе, работа, это не единоличная, вот и соответствующие результаты. Потому что таких результатов Республики Молдова нет. И то все эти опросы и оценки делала независимые вообще международные организации, которые независимы от кого, то есть они объективно предвидев высшую шкалу. А привоз, то есть таких баллов еще не было. Да, в Молдове и в Молдове местом самого правильного. То есть любые в этом году, муниципе, детям, где он берет, и было же то транспорентность работы. Значит, работаете, нужно управление. Да, это самое главное, я к тем, что правильно ставлю. И разница большая между Примареей Беллс 80 с чем-то, а следующий за вами около 40. То есть даже второй хороший намного ниже Примарии Муниципе Беллс. То есть это Минус. Да. Благодарю вас, господин Примар, уважаемые коллеги. С вашего позволения от имени ТПП хочу возразить наше почтение вам. И нам очень приятно, потому что практически господин Примар отметил соглашение между торгово-промышленной палатой и Примарией Муниципе Беллс, между Муниципальным Советом. Вследствие этого мы, филиал Беллс, являемся неотъемлемой частью выполнения того соглашения, которое вы, Нижегородская область, заключили с Примарией Муниципе Беллс. Еще в конце 2015 года мы первые шаги в этом направлении сделали. Леонид Иванович уже отметил. Вот тот каталог инвестиционных проектов, который вы нам его отправили. Мы абсолютно, вот уже второй год работаем. Наша экономическая бизнес-среда ознакомилась с ним. Там, конечно, очень конкретные, очень хорошие, очень глубокие инвестиционные проекты, но, как господин Бабей отметил, хотелось бы, чтобы более четкие такие ориентиры давать и для предпринимателей нашего муниципия, нашего региона Север, потому что, конечно, у вас такие глыбы, научно-технические центры, вот те проекты, которые учебные заведения, которые предлагают инвестиционные проекты. Нам бы хотелось немножко приблизить к нашей реальности, чтобы завязать вот эти связи, которые очень нам нужны прежде всего. И надеемся, что опыт, принимаемый инвестицией, которые могут сюда внедрить, в Молдову, это будет важно и для ваших предпринимателей. Мы 7 июня в самом деле опять совместно с премарием муниципиа Беллс мы организовали инвестиционный форум у нас здесь в городе. Около 300 участников форума было, в том числе большая делегация предпринимателей из Москвы была у нас во главе с господином Койком. Уже первые звонки, первые ласточки уже есть, вот предприниматели из Турции в технопарк Реут. Мы уже работаем над этим, думаем, это будет первый инвестор, который начнет сотрудничество здесь, в муниципе Беллс. Учитывая ваше направление, которое вы представляете, я хочу сказать, что филиал Беллс торгово-промышленной палаты очень широк, как и все наши коллеги. Мы один из десяти филиалов, которые торгово-промышленная палата имеет на территории всей республики. Мы предоставляем бизнес среди очень широкий спектр услуг. Среди них и обучение, подготовка, квалификация рабочих кадров. Я смотрю, вы представляете министерство образования. Филиал был в муниципе Кишино, в центральный офис торгово-промышленной палаты. Мы имеем очень большой центр подготовки предпринимателей. И есть и филиал Беллс. Сейчас важным звеном у нас буквально на днях, 10 августа, состоялся четвертый очередной съезд торгово-промышленной палаты. И одна из приоритетов деятельности торгово-промышленной палаты – это продолжение внедрения дуального метода образования. Наверняка вам тоже известен. И вот сейчас это у нас ждем со дня на день постановления правительства, которым утвердится положение об организации развития дуальной системы образования. Это тоже часть подготовки рабочих кадров с непрерывным обучением. Поэтому для нас очень важно, если у вас есть такие примеры интересные в этом плане, мы готовы к сотрудничеству. Филиал Беллс, говоря о наших услугах, которые мы предоставляем бизнес-релик, мы продвигаем их интересы как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Они участвуют в выставках, в экономических миссиях. Поэтому мы готовы к сотрудничеству. Я не знаю о торгово-промышленной палате Нижегородской области, если есть такая возможность. Как и Леонид Иванович говорил, наши представители не были в Нижнем Новгороде. Вот сейчас ко дню города к вам приезжал народный умелец, человек, который поддержан нами во всех их начинаниях, участвовал в праздновании Дня города ваш. Приехала, мы беседовали, приехала масса впечатлений. Я думаю, что, как господин Примар сказал, мы начинаем новый этап нашего сотрудничества. И филиал Беллс, торгово-промышленной палаты готов оказаться там, где это будет нужно для продвижения бизнес-среды. Спасибо, господин Примар. Во-первых, мы очень ценим ваш подход к сотрудничеству. Это отразно, это очень приятно. Мне близок ваш регион, поскольку я выпускник Тимирезики, Московской психозакадемии. Две работы, и первая ситуация, и вторая. Там защищал, значит, недавно вернулся из Саратова, Самары и Пензенской областях, где они пригласили помочь им в продвижении экологического земледелия, то есть выращивания экологически чистой продукции. Потому что в этом нуждается, и вот мы с господином Примарем будем об этом тоже обсуждать, в этом нуждаются наши горожане, качество употребляемой пищи, происхождение этой пищи. Потому что иногда она очень красива, значит, упакована, но никто не знает, как выращена эта продукция. Как вы посредством окружающей среды этой продукции, качество природных ресурсов. Кстати, вы здесь находитесь в уникальной местности, Бейтсе, на территории Бейтс, значит, округленность Бейтс. Здесь был знаменитый основоположник учения о почвах, о почвоведении, великий русский профессор Василий Васильевич Ухчаев, который отбирал монолиты почвы с этих местностей. И они были выставлены в Париже, в Чикаго, как царь, как Духучай пишет в своей книге «Русский чернозем», как царь всех почв, образец всех почв, эталон всех почв мира, так он называл эти почвы. Значит, собственно говоря, проблема рационального использования этих почв, да и не только наших, значит, ну тут черноземы особо. Мы, кстати, Республика Молдова является единственной страной во всем мире, где 80% территории покрыты черноземным почвом. Нет другой страны, как Молдова, которая имела бы такое богатство. Поэтому наш долг сохранить и передать будущим поколениям это богатство. Качество выросленной продукции здесь, на этих почвах, ну тут все или иные таблицы мы делаем, значит, и по вкусу, и по всем параметрам уникальной продукции. Поэтому сам Бог желал, чтобы мы, значит, выращиваем эти продукции и, значит, с удовольствием делились и с нашими партнерами. Ну, я не знаю, время у меня ограничено. Я работаю в институте, в селекции, научусь в сельский институт. Значит, мы занимаемся вопросами селекции, широкой гаммы поливых культур, вопрос семеноводства, кстати, гибриды под солнце, которые мы выращивали, значит, 80% этих семян продавались в России, в разных регионах России. Значит, потенциал здесь в плане семеноводства, производства высококачественных семян очень высокий. Вопрос технологий возделанных культур, тоже занимаемся, в том числе производства экологической продукции. Мы сотрудничаем очень близко с университетом. Я так понимаю, что вы будете посещать университет, сейчас будете с ректором беседовать. Мы там открыли кафедру естествознания и агроэкологии, доверили заведовать этой кафедрой. И мы готовим специалистов уже нового профиля, с новым мышлением, с новым подходом, с системным подходом к ведению земледелия. Потому что нас в земледелии сейчас должно интересовать не только урожай и прибыль. Нас должно интересовать, а как деятельность фермера влияет на окружающую среду, как влияет на здоровье людей, как влияет на качество потребления воды, на глобальное потепление. Потому что здесь, я считаю себя очень информацией, Терен Семеновича. Это выходит из Курганской области. Ну, Терен Семенович, народный академик, хотя он 7 классов закончил. Но это крестьянин, привязанный глубокими корнями в почву, в земле, он всегда, ну, это я не буду отнимать время, он всегда говорил, что если я что-то не знаю, я сажусь на пенечек и спрашиваю природу, спрашиваю почву, как мне поступить, как быть. Он умел беседовать с землей. Вот это, ну, многое чего я научился у него, поэтому я вам благодарен. Чтобы заговорим, вот в этом плане, я думаю, что мы, поскольку вы очень благословательны, благословательны, к нам относятся, значит, окажутся такую помощь и готовы впредь. Смотрите, мы тоже могли бы с нашей стороны, если чем-то, сможем помочь в плане продвижения вот этих, значит, новых аспектов, новых веяний в сельском хозяйстве, агроэкологии, вопрос системного подхода к введению земледелия. Будем очень рады, если наша помощь могла бы быть пригодной для вас. Тем более, что у меня в Терене есть очень много, очень много, значит, ущелей, которым я очень благодарен, вообще в целом благодарен за то, что я получил, значит, в России. Спасибо. Спасибо. У нас такая традиция, то есть всем предоставлять слово. Я считаю, что это правильно. И это доказательство того, что мы очень признательны и рады нашим гостям. И каждый в свою очередь может поделиться своим опытом по линиям курьирующих и по остальным направлениям. Спасибо. Можно, можно тогда, если позволить, ну, конечно, что сказать про наш край и про сотрудничество с городом Бельце. Ну, во-первых, очень приятно здесь оказаться. Спасибо вам большое. Персональная масса в Нижегородской области за такой прием, за то, как мы здесь и разместились, и пребываем только за насыщенную программу пребывания, за ознакомление со всеми объектами и проектами, которые у вас реализуются с нашим участием, и пока, может быть, без нашего участия. Но мы присматриваемся на перспективу много к чему. И вот эта встреча, на самом деле, очень полезная тоже для перспектив нашего сотрудничества. На самом деле, ну, так, чтобы было понимание про Нижегородскую область, это очень крупный регион России, в центральной части России, не город Москвы. У нас порядка 3,5 миллиона человек только в области живет, и миллион 200, миллион 300 где-то в самом Нижнем Новгороде. Очень крупный и промышленный центр, и научно-образовательный центр России. У нас очень развито и машиностроение различных абсолютно видов, там, и автомобильстроение, станкстроение, там, авиастроение, судостроение, ничего только нет. Развита в Нижегородской области и химическая промышленность, и нефтекаработка, и пищевая промышленность, и легкая. В общем, весь спектр, что называется, как там, промышленно развитых государств, которые там в Европе, например, у нас представлены, подтягиваем качество и так далее. У нас, опять же-таки, очень мощные научные школы, очень серьезные университеты, университет Лобачевского, педагогический, лингвистический, и Книгининский наш университет, который как раз уже областной университет, это нефедеральная, а именно региональная, с которой активно развивает международное сотрудничество, и мы всячески эти начинания поддерживаем, как со стороны департамента внешних связей правительства Нижегородской области. У нас, конечно, есть определенные моменты в экономике, все это знаете, да, но Нижегородская область это немного миновало, эти веяния, у нас, собственно, экономический определенный рост продолжается, а в этом году, как мы смотрели, у нас просто скачок происходит по внешнеторговому обороту, там за полгода как раз недавно статистика пришла, рост порядка 60% в внешней торговле и экспорт и импорт, там просто скачкообразно пошло вверх. Очень бы хотели, чтобы эта тенденция затронула и отношение Нижегородской области с Республикой Молдова, в частности с городом Бельцы, со всей северной частью Молдовы, правильно говорить, что город стягивает в себе все 13 северных районов. Это было бы здорово и замечательно, потому что и вам было бы интересно там поставки свои нарастить и тем самым привлечь дополнительные средства в экономику, и нам было бы интересно тоже какую-то свою продукцию представить на Молдавский рынок, не только на Кишинев поставки ввести. Тут действительно много направлений по сотрудничеству, вот, Леонид Иванович, хотелось бы его хоть одну, вы должны будете поздравить с этим финансистом, на самом деле, для этого хороший праздник. У нас, кстати, он тоже достаточно широко отмечается в финансово-банковском сообществе в Нижегородской области и с участием руководства в области. Ну, как Леонид Иванович сказал, есть дети, которые отправляются к нам на обучение, а возвращаются специалисты. Вот это один из, мне кажется, таких уже финансовых ресурсов, которые появляются в городе. Ну, как бы, вы вкладываете в это свое веселье, в свою душу, мы вкладываем там свой какой-то опыт, и я думаю, из этого сотрудничество уже получается, ну, по крайней мере, на ближайшие перспективы получатся очень хорошие результаты. В плане работников, в плане специалистов, которые здесь пригодятся на месте, вопрос кадровый, он всегда очень важен для любого там города, для любого населения, для любого возраста экономики. Поэтому только вот всемирно рады сотрудничеству. Действительно, мы не вот там сторонники того, что мы обучили, специалисты остались у нас. В принципе, мы заинтересованы на то, чтобы специалисты возвращались назад и продолжали помогать развивать связи с нашими же регионами, зная, что это там, что это Нижегородская область, что мы тоже пытаемся быть такими же гостеприимными, как и вы. С другой стороны, вот сейчас пообсуждали, мы, да, коллеги представили тоже свое видение по развитию Бельс, может быть, сотрудничества какого-то, как предложение было бы направить в наш адрес, в адрес либо департамента, либо губернатора даже, обращение от вас от ТПП и от Университета по поводу сотрудничества, потому что у нас действительно там достаточно крепкая ТПП. Я вот не знаю, там уже есть, наверное, какая-то система по развитию сотрудничества между ТПП у нас. Тут, мне кажется, было бы интересно нашим сотрудничеству поработать. Один момент. И у нас, кстати, вот по линии сельскохозяйственной очень мощная Нижегородская сельхозакадемия есть. И я думаю, все проекты, которые реализовываются у вас, здесь очень были бы интересны. Тоже в рамках какого-то перспективного сотрудничества, некое соглашение сделать, либо как дополнение вот к тому предложению. В совместной конкретической там я сделаю, чтобы объединялись, значит, нашли вы точки садекста, и знали друг друга. Я говорю, можно было бы можно было бы сорганизовать либо как дополнение к существующему соглашению, либо как отдельное какое-то заключение. Тут вариантов-то много, на самом деле. Как один из, там, ну, как сказать, инструментов того, там, сотрудничества, которое у нас есть, надо просто знакомиться и находить контакты. Мы приехали, пытаемся, как бы, широко охватить всех. С удовольствием вас приглашаем. Мы были направлены уже приглашение на наш бизнес-форум, который будет в сентябре, 14-16 сентября проходить. И если примете такое решение, и просто даете нам знать, мы отрабатываем там по своей части, по программе все, что вам интересно. То есть, если после, не по ТПП, по промышленным предприятиям, по каким-то холодным столам, мы это все сорганизуем. Ну, это в контексте того же приглашения, но в части этого форума мы можем перенаправить в этот институт для такого промышленного форума. В форуме нашего соглашения с другого промышленного форума, если они согласны участвовать на этом форуме. То есть, это было бы отталкивающим моментом на этом форуме само участие, чтобы уже на будущее уже сотрудничать. А так, да, если вот можно избежать лишней переписки, если приезжаете, мы вам находим контакты, даем нашу сельхозакадемию для сотрудничества, взаимодействия, разговоров. У них... Самые ценные личные контакты, да? Да, да, да. В рамках форума это самое такое дело идет. Успешный форум. Кто-то из форума не поедет, делайся. Сейчас мы все обсуждаем, для чего, собственно, мы приехали. Направим, чтобы тоже поговорить по-настоящему. Там много сельцев уже запланировано, там много тоже круглых столов различных запланировано. Я, к сожалению, не наш департамент ведет весь этот бизнес-саммит, но можете посмотреть на сайте «Нижегородский бизнес-саммит» в 2017-м, буквально через любой поискарик в интернете выскочить. Можете, в принципе, заявиться для участия в круглых столе, например. У нас просто... Я знаю некоторые круглые столы, там мероприятия, которые там уже проводятся с участием иностранных делегаций, но они не совсем там по вашей части, там субостроение, там Нидерланды, где рисуют, например, там еще там некоторые там лазезы, японцы сами свое проводят презентацию там на круглых стол. Ну, то есть, как... Давай сами тогда... Формат абсолютно разный. Можно сказать... Можно и молданские круглые столы. Сказать там и вот... Республика Сердка, там, ну, это не сербы, а... Ну, и для сербы, это Борис Нигерсагарин, по сути дела. Они свой проводят там у нас, они тоже приезжают. На перспективу было бы интересно, как бы, да? Ну, сейчас уже время, может быть, не позволит свое что-то сорганизовать, а поучаствовать где-то уже в запланированном... нормальные соответствующие контакты, заинтересованные... Да. Я полагаю, что получится. Сейчас вот мы... У нас время есть еще месяц целый, там, да, до мероприятия. Тут, как бы, вопрос таких для участия, просто принципиально определяться. И мы со своей стороны, как бы, вот, упомянули про мероприятие, которое было у вас тоже, и, как называется, экономический форум был? Да, экономический. Мерсиционный. Мерсиционный форум. Вот было бы интересно, если у вас это регулярное мероприятие, мы бы, если бы получили соответственно там, на перспективе от вас приглашение, тоже бы с удовольствием приехали и привезли бы свой пул предприятия и тем, кому интересно здесь сотрудничество. Вот вам, пожалуйста, опять-таки еще один шаг для того, чтобы люди посмотрели, чем город дышит и где тут можно свои ресурсы применить. Был бы и вам полезен, и нам интересен тоже. Ну, это вот те направления, которые, как бы, я вот видел бы для взаимодействия, для развития сотрудничества. И нам хорошо. У нас очень сильное укрепление международных советов будет с такими замечательными партнерами. Вот. Поэтому, да, я уж тут извиняюсь, не... с этого, может, надо было иначе какие-то визитки оставить, чтобы были контакты. А меня не подстуков. Уже в конце бывает. Ну, я... Да, я уж тут отложу для... для того, чтобы не забыть их. Вот. Ну, и, собственно, я надеюсь, что дальше у нас на... Вот сегодня, там, завтрашний день, что мы тут пребываем, я думаю, еще какие-то идеи возникнут. И точки для сприкосновения, там, как-то... будет их еще больше. Вот. Все, что хотел сказать. Спасибо, Александр Ильич. чтобы добавить часть, касающаяся образования, молодежной политики. В честь раз хочу сказать спасибо за искренний прием, за хорошие отношения, за понимание вот нас такими, какими мы... мы есть. Это очень сложно на сегодняшний день найти людей, найти партнеров, которые действительно, искренне не таят камень за пазухой, просто слушают нас, принимают определенные советы. Это приятно, потому что вот я же участвую по миру, и восприятие все настолько погружены в свои проблемы, что найти интересное, полезное друг для друга становится значительно... очень сложно. Итоги 25-летия с развалов Советского Союза показали, что нужны мы только мы друг другу. Вот те страны, которые тогда были на территории Советского Союза, вот, собственно, мы нужны друг другу и в экономической сфере, и в политику не будем касаться, в гуманитарной сфере, потому что все остальное уже, к сожалению, поделено и уже решается что-то без нас. Когда мы предлагаем возможности обучения для ваших детей в наших вузах, понимаем, что они приедут, не будет никакого языкового барьера, не будет какого-то культурного барьера, и вы, и мы интегрируемся в те пространства, и образовательные, и социальные, и чувствуем себя достаточно комфортно. потенциал, я считаю, что у нас по-прежнему очень большой. Опыт показал, что часть ваших ребят продолжает интересоваться поступлением именно в областной вуз. Это первые, скажем так, пробные шаги у нас были. С этого года запланировано расширение образовательных возможностей для ваших детей, поскольку в нашем областном вузе инженерные специальности в силу не то, что недостаточно материальной базы, но когда человек приходит на крупное предприятие, соответственно, он и практику должен проходить на тех же станках программного управления. Можете, допустим, политехнический университет имени Ждана, который готовит судостроителей, готовит и кадры для атомной промышленности, конечно, может быть, вашим деятелем. Это тоже интересно. И возможность такая, она в этом году у нас будет. Вот еще детали мы с Ленинковой, конечно, обсуждены, но есть намерение провести дни образования Нижегородской области на базе БИЦ и одновременно все будет потом еще кишинем захватим с тем, чтобы все федеральные нижегородские вузы приехали к вам и рассказали о том, какие возможности есть. Допустим, строители вам нужны, ну, может быть, архитекторы, может быть, не вам, и в городе, кстати, не нужны, пусть ребенок, то есть мы, областной вуз, не можем такую возможность предоставить, потому что архитектурного направления нет. Медики вам нужны? Безусловно, нужны. Есть федеральные плоды российской по линии Россотрудничества, которые выделяются. Вопрос-то и том, что дети не знают, как правило, о таких возможностях. И опыт показал, что, несмотря на открытость, на доступность, ведь интернет, все, но вот, в какой раз приезжаем, и постоянно, постоянно мы находим что-то новое, и вроде бы, и в открытом доступе в интернете все это есть, а вот пока нет личного контакта, нет личного общения, проекты просто не, ну, не получаются. Опять же, возьмем сферу высоких технологий, Межгородский госуниверситет, факультеты учреждения математики и гипернетики, мышечные институты, научные исследования, опять же, могут быть интересными для ваших детей, я не говорю о массовом, но 5-7 человек, но эти дети поедут учиться в Нижний Новгород, не только в областной улице, но и в другие, опять же, если мы возьмем подготовку педагогических кадров, есть такая возможность, опять же, есть возможность приехать, опять же, за федеральный, за счет средств федеральных, приехать к нам и продолжать учиться. И мы охватим, рассчитываем, что пригласите также детей со всего севера Молдовы, вот такие акции, именно не просветительские, а именно презентация образовательных возможностей региона, Нижегородского, все равно, это будет плюс всем нам. Другой момент, работа с молодежью, спасибо, что откликнулись на наше предложение и направили ваших детей не на отдых, не на отдых в лагере Лазурной, а именно на дополнительное образование, на развитие. Дети не лежали, извините меня, на пляже, хотя хотелось бы, классно, природа, хорошая у нас, хотя у вас теплее, но тем не менее, дети образовывались, образовывались, получали новые, новые знания, устанавливали контакты с детьми из других строев, вот такой опыт у нас уже появился. В следующем году, безусловно, будет продолжен. Летний шок? Нет, есть областной лагерь оздоровитель Лазурный, аналог Ортека, дай бог здоровья нашему министру, который смог сохранить те михие 90-е годы и потом, в принципе, круглогодичный лагерь, и можно в нем, если дети приезжают, учатся, поправляют здоровье, и летом проводятся специальные тематические смены, где наряду с отдыхом еще дополнительное образование получают. Смена длится две недели, такая насыщенная, и событиями эта работа также будет продолжена. Чуть-чуть коснусь предстоящего проекта «Русские восходы» на базе университета будем реализовывать с сентября месяца, как правильно Николай сказала, дети вернутся за парты, и тут же их ждет приятный, удивительный мир. Работает русские восходы. Русские восходы. Не буду сохранить небольшую интригу, но заверяю, что будет достаточно интересно и подробного проекта пока еще на территории и Нижегородской области и Магипец пока еще не будет. Но будет интересно. Точный этап у нас в октябре небольшие. Вы подчеркните, эксклюзивно для развития молодежи. Вы знаете, у нас есть... Да, да. Это в двух словах будет предоставлена возможность молодым людям и Нижнего Новгорода и области, а также из Магипец, понять глубже нашу общую историю, самим разобраться в тех процессах, которые происходят. Мы ни с коим образом не хотим навязывать, как мы взрослые, вот только делайте так или так или иначе. Поэтому они сами найдут интересные моменты в нашей общей истории, сами определят, мы рассчитываем, пусть скажут, да, действительно история у нас общая есть, была и будет, и посмотрим, как они увидят свое будущее сами. И есть еще ряд интересных проектов, но я хотел бы это детально обсудить с системой Николаевной. В первую очередь это касается открытия, возможного открытия ресурсного центра в Бельцах. Это никаким образом не войдет в каждый так. Может быть, мы просто все проговорим, может быть, действительно торгово-промышленная палата нам в этом поможет, потому что ресурсальная площадка, где сосредоточены материальные какие-то возможности, должно быть ставить оборудование, которое позволит повышать квалификацию, переобучивать и учителей доучивать. Это раз. Кадры должны быть подготовлены. Это не всегда, я думаю, что может быть и потребности готовиться в ресурсного центра меньше кадров. Нужно привлекать специалистов. Вот такое предложение есть, мы его реализуем в рамках имеющегося поручения от губернатора Нижегородской области. Была встреча в июне месяце нашего руководителя с губернатором Нижегородской области Шанцев Валерий Павлович, одним из итогов стало поручение проработать по первым сторонам возможность создания ресурсного центра. Предложения у меня есть, но я их озвучивать пока не хочу, поскольку у нас еще в представителе Николаевне предметный разговор по данному направлению особого отраса. И в очередной раз подчеркну желание Нижегородской стороны увидеть делегацию Кимурии во всех направлениях и гуманитарно, и торгово-экономическо на нашем бизнесе бизнес-форуме, который состоится 14-16 сентября. Это просто хорошая площадка, еще раз скажу, для того, чтобы вы зачастую могли решить отчасти ваших проблем, а ваш интерес в продвижении информации по бизнес-климате в Воспедицах, возможность, потребность промышленных предприятий, пожалуйста, мы предоставляем такую возможность. Это и нам плюс, что мы показываем о хороших наших контактах с регионом Молдов, вы в свою очередь имеете, потому что никто вас не ограничит в том, чтобы самостоятельно устанавливать контакты с присутствующими бизнес-миссиями и делегациями и регионов России и мира. такая подобная площадка предлагается. Детали опять же с руководством мы готовы обсуждать и всячески вам помочь в том, что были. Можно я извините, хотя бы в этом же ключе добавить, кстати говоря, что Леонид Иванович говорил по поводу взаимодействия, по поводу привлечения и так далее, финансов, ресурсов и так далее. Как мы тут обсуждали недавно, было бы интересно нашим и жителям, и руководителям предприятий, торговых сетей и так далее просто узнать, что такое продукция, которая у вас производится здесь. Поэтому если есть возможность такая, было бы неплохо сорганизовать что-то типа экспозиции на Нижегородский Ярмит, на нашу раму бизнес-саммита. Какой-то уголок, который с возможностями реализации продукции. возможностями реализации прямо можно там же и определенную торговлю организовать. Продовольственные товары, товары легкие, потому что всегда идут на Ураль, их раскупают. Это просто я по опыту коллег из Белоруссии приезжают, из Абхазии приезжают. Ваши конкуренты там из Кизляра приезжают и так далее. У них все раскупают, потому что приходят люди, обычные люди. Там один день официалов приходит губернатор, министр, из федералов с высшего уровня кто-то приезжает. Они просто осматривают там общий фотонаграничный. Журналисты пофоткают. Кстати говоря, тоже неплохо, если журналисты там что-то посмотрят и куда-то где-то медикам дадут в СМИ. Он наши, там, международские. Потом уже там, на следующий день, например, просто открытая для посещения площадка. Люди ходят, знакомятся с продукцией, пробуют и так далее. Чем полезно? Во-первых, нету у нас уже у стажа поколения осталось прекрасное воспоминание про продукцию молдавскую, да, к сожалению, у более молодого поколения этого понимания практически нет. То есть рынок поделил там правильно у нас другими игроками и там и армянской продукции хорошо представлены там виноводчинные там какой-то говорим продукции и из дальнего зарубежья очень много конкурентов. И неплохо было показать товар лицом и вот смотрите, это не где-то разлито в подвале, это производитель идет по цене производителя, по цене там конкурентной. Попробуйте, оцените, качество сравните. И дальше уже как бы это своеобразная реклама, так скажем, которая двигается в силу. Дело в том, что у нас есть такая практика, мы с Румынией так делаем такие дни. Сделано или произведено в Молдове. И 3-4 дня проводятся вот такими продавления дальше. Ну и смотрите, вот мы провели 7 июня на Сутике сейчас. 7 июня мы провели форум экономический, да? И вот Румыны прямо уже на первый вот выпустили этот ход и на первом сразу же дали информацию по всей Румынии. Как это что? Пока в России я не слышал там ничего абсолютно пока никто не дал нам такие заявления. в сентября но речь идет о том, что вы сейчас подняли вопрос не, мы дали всем это вот ваши представители тоже были значит там мой я вам говорю как как работает официально это не просто вот то, что вы сейчас сказали, да? Это заслуживает внимания. Но представьте себе, что у нас допустим один из самых известных виноконьячных комбинатов, да? Вот. Который выпускает там 20 наименований рэнди, коньяк и так далее. Либин называется у нас. Как мы можем повезти к вам если запрет на экспорт раз во-вторых масло молочное и так далее то же самое сельхозпродукция то же самое видите возвращается сейчас возвратили значит эти сливы там и так дальше я понимаю что есть естественно Роспотребнадзор работает как говорят но дело в том что сейчас это все чтобы вывести не так то просто и мы не можем это все показать это что взять допустим там заподление на что выпускают у вас они я смотрел по вашему ваш потенциал что выпускают ваши заводы фабрики и так дальше это естественно мощь но то что у нас мощь есть потенциал мы не можем это вывозить вам лучше прийти сюда и посмотреть потому что мы туда это не сможем рестрикции вот эти вот есть есть таможенные хитрости это как образец выводится Игорь Ильич я знаю но я знаю что ездил тоже в Россию и был запрет и заказали 10 бутылок Молдова ГАЗа 10 бутылок президента так надо было через всякие эти вот через на самолет это очень большая проблема поэтому там одну бутылку и не провезешь ну что запрещено нет если есть официальное приглашение и подтверждение на участие в фургах нельзя я вам говорю что сейчас до 14 сентября это сделать невозможно так просто так просто нельзя это все надо оформлять это я думаю что мы так пессимистически на это не будем смотреть ну попробуем я думаю что в рамках переговора и обсуждения определенных форматов мы отдадем до определенного консенсуса пробовать все-таки надо конечно у нас есть рынок и заинтересованы грубо говоря знаете возможности на нашем рынке там мы сможем все на что-то бывший момент об этом вот такие мероприятия мы заинтересованы в этом рынке он глубокий и он узнаваем тут и речи бы тем более то что там Москва ну она там грубо говоря там заелась там раскормилась мы там попроще ну мы не говорим мы там мы это самое мы тем более не южный регион где свою вина хватает мы по севернее там и он большой у нас у нас там агломерация такая приличная достаточно нормальный чтобы позволить себе там хорошего вина не вот который там у нас там привезли откуда-то непонятно откуда откуда потом там сведут у нас нормальный у нас платки мобинов да нет слава богу нет ну мы конечно будем учитывать все моменты сложности которые есть там к сожалению есть пока пока надеюсь что они там не вот вечные там здесь добры там злиться уже довольно-таки мы тогда вот мы откликнемся вообще на на приглашение мы передадим всю информацию всем производителям чтобы они в качестве сроки подготовили в принципе и заинтересовали если они заинтересованы участвуют в формате этого форума и уже в частном форуме мы уже приходили завозить как образцы на участие я уверен в таких мероприятиях и все в принципе начинается и возобновляется в этом исключении по-любому занимается запретом на продукцию если продукт рекомендуется в рамках каких-то формах каких-то явно то это уже верно будет разрешаться и другие вопросы как образцы я думаю что образцы да но обычно обычно речь идет в том чтобы заключать договоров а мы не имеем права потому что нельзя воздействовать вот что делать если нашим партнерам удастся удастся решить этот проблем заинтриговаться через Роспотребный озор мы я поддержу Леонида Ивановича потому что мы с Леонида Ивановичем в прошлом году по заданию Рената Георгиевича это большой объем работы провели вы помните мы встречались не один раз с конкретными производителями нашими местами и абсолютно все отрасли народного хозяйства у нас есть список уже готовых потенциальных экономических агентов которые желают работать с российским рынком что это Санкт-Петербург или Нижний Новгород независимо но в самом деле очень большие почему все приостановилось мы очень большой объем работы провели в первой половине прошлого года и к сожалению как говорят возле на метан потому что очень много припонов есть и в выставке как говорит Игорь Ильич может быть упразднить немного карметуата дедус камост дедус но опять-таки цель экономического агента не просто выехать и продать пару килограмм винограда или показать пару бутылок у него потенциал на экспорт вот это названо то что говорит Леонид Иванович перспектива это такой кропотливый процесс чтобы возобновить в конечном итоге как обозначил Леонид Иванович поставки это с чего-то потом начинать конечно наша продукция конкурентоспособна уже нарастающая я думаю что поэтому многие имеют что-то ИСО над этим будем работать я вас попрошу на их коллектору попрошу чтобы активно к этому участвовать в этом процессе непосредственности идеологии потому что там до 14.85 то есть есть еще время еще и можно так много времени хотя бы подготовить образцы для участия в тематике и при каком формате конечно же не получится в этом плане никто и не настаивает вопрос только нам это просто это мы как предложение потому что нам это интересно если интерес с нашей стороны интересно прежде всего как бы у вас должен быть а он у нас есть в том числе уже ваша домашняя работа на будущее если мы будем хотя бы завозим какие-то борцы то есть уже надо этим работать чтобы по каким-то линиям сознаметь не было бы вот этих ограничений я просто наблюдаю вот это вот как у нас происходит вот есть выставка там все может там от колбасы до авиодвигателя абсолютно ну кто будет смотреть ну посмотрит ну вот двигатель ну и чего там вот везде толпа народу где вот производитель потребительских вещей колбасы виноводочные одежда там и так далее потому что это для себя покупаешь там это как каждодневный спрос ежедневный там ну и это самое а как приезжает светлево водочный там дыриком берут просто не вот сейчас мы выпьем там дни рождения праздники какие-то застолья на перспективу наберем потому что бог или там что тут эти виски драться там еще чего когда можно там нормальную перспективу там ну угоститься а берут это самое в проб что называется почему потому что в магазине нету знаю что и завтра наверное не будет там но у меня на полочке где-то будет лежать дать своего часа там то есть тоже такие моменты интересные ну в принципе определились я так понимаю что следующий металл у вас как бы сейчас визит в университете все уже так что визит уже обсудим и уже в рабочем порядке продолжаем ваш официальный визит мы как бы его насытили очень сильно чтобы он был источником продуктив я думаю что он благодарен в этом контексте рады стараться то есть мы заинтересованы больше озадачить ну а мы приехали чтобы озадачиться и понять что это и есть продуктивность все трудничество спасибо вам большое спасибо 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 спасибо